ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА Причем, смотря прямо в камеру, перед решающим голосованием, вся оппозиция, говорит Раймонда, Вейниса не поддержит. Я думаю, что мы выполнили свое обещание, на нас точно. Но я могу ручиться только о себе, поскольку я говорю вам, как сказать, правду. Наши голосовали все против, и главица, и Вейниса. И на последний тур мы тоже будем голосовать против Вейниса. При всех святых могу быть уверен в том, что с нашей фракцией не было ни одного голосования в пользу вот этих глав. Так что пускай ищут, где хочет. Однако без голосов оппозиции нужный перевес в голосах Вейнис не получил бы. Председатель фракции Союза зеленых и крестьян Аугуст Бригманец сегодня заявил, что за их кандидата проголосовали несколько националов. Хотя и они перед голосованием были против Вейниса. У нас не будет никакого свободного голосования. Если нужно, то Центр Согласия сможет выбрать Вейниса и без наших голосов. В Союзе зеленых и крестьян говорят, что никаких обещаний за поддержку своего кандидата никому не давали. Выборы президента показали нестабильность коалиции. Вот и лидер единства Солвита Абблтоне сегодня в интервью агентству БНС предположила, что этот созыв Сейма ждет смена правительства. Возможно, уже осенью. И трагедии это не станет. Политолог Иварс Иепс не исключает, что время премьеры Лаймдута Страуэма подходит к концу. Что касается будущего в этой коалиции в целом, то я думаю, что это, скорее всего, зависит все-таки от единства и от того, желает ли сама Страуэма продолжать работать на этом посту премьера. Но некоторые признаки свидетельствуют о том, что она не очень-то энергично справляется со своими задачами. И, может быть, скажем так, в единстве, кто кого-то придет в голову поискать более динамичного кандидата на пост премьера. Впрочем, сейчас в повестке дня вопрос поиска нового министра обороны на место ушедшего на повышение Раймонда Вейониса. Официально пока звучат кандидатуры депутатов Сейма от ЗЗС, Села Чан, Раймонда Бергмениса и главы общества пчеловодов Армонда Краузе, а также кандидатура бывшего главы пожароспасательной службы Айверса Страумы. Хотя последний уже заявил, что в министры не хочет. Сергей Герасимов, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.